Здравствуйте! Я Анна Базлева, а это «Книжный мир» – программа о хороших книгах и людях, которые неравнодушны к чтению. Сегодня поговорим о том, насколько актуальны библиотеки в современном мире и что придумывают книгохранители, чтобы к ним приходили люди. А также расскажу о детских книгах, которые наполнены волшебством. Так что присоединяйтесь! Встреча с новой сказкой – это всегда радость открытия нового мира. А в книге Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен» этих миров особенно много. Главные герои, значительно уменьшившиеся в размерах, попадают в сказочные страны. С ними происходят необыкновенные путешествия, неожиданные встречи и удивительные превращения. Читать книгу настолько интересно, что время как будто останавливается, и ты сам попадаешь в сказочную страну. Я прочитала недавно книжку «Тайна гранатовых зерен». Она о том, как три друга путешествовали по пустыне, в стране кошек, в стране гигантских морозов, в стране шишей и попали в «Ширное королевство». Волшебство гранатовых зерен было в том, что они уменьшают, если в первый раз есть, они могут уметь, а во второй раз они могут делать прежнего роста. У меня понравился кот, потому что он был очень смешной и всегда таскал бы у кого-нибудь еду. Сосиски, молоко. Мне понравился шарный ноль. Это шиш, я сам такого животного не знаю. Он в каждом деле решал все задачи сложные. Мне бы не хотелось есть такое зернышко, потому что могут меня раздавить люди, не увидеть. Могу заблудиться где-то в городах обычных или в парках. Вот так, как видите, читать книгу гораздо безопаснее, чем становиться участником ее невероятных путешествий и испытаний. Благодаря неизбитому сюжету книга будет интересна многим юным читателям, тем более ее картинки как нельзя лучше передают атмосферу и настроение волшебства. Единственный минус этой книги – это маленький шрифт. Совсем юным читателям справиться с ним будет достаточно сложно. Но на этот случай есть родители. Все чаще в руках читающих людей оказывается не бумажный экземпляр книги, а электронный. Безусловно, это очень удобно, особенно если ты находишься в пути. Но как быть с библиотеками, которые хранят в своих стенах неимоверное количество книг? Кто их будет брать и пользуются ли вообще сегодня люди услугами данных учреждений? Зададим этот вопрос сегодняшнему гостю. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. После того, как я переехала в Кировск, в вашу библиотеку, к сожалению, захожу крайне редко. Можно сказать, даже и не захожу. А мы жалеем очень и ждем вас. Но, признаюсь честно, в своем городе библиотеки посещаю часто и не отнюдь от того, что это связано с моей работой. И, к сожалению, очередей я там не вижу, как это, к примеру, было в моем детстве. Расскажите нам, как сегодня поживают в библиотеке. Не скучно? Ой, мне нет, мне не скучно. Очень жалко, что вы вчера к нам приходили. У нас был поэтический батл. У нас 20 молодых людей, юношей и девушек бились. Бились за право стать победителем нашего батла. Звучали разные стихи. Было так интересно слушать. Ну, это ж мероприятие у нас проходит каждый день. Книги, да. Книги, наверное, народ стал обращаться пореже. Но не могу сказать, что это совсем плохо, редко. Нет, мы прекрасно понимаем, что современные технологии мы и сами пользуемся. Есть у нас и свои книги электронные. И на iPad читаем все есть. Но для меня лично бумажная книга все равно дороже, ближе, роднее. Не из-за запаха, не из-за тяжести. Просто мне удобнее ее читать. Читатели ходят. Не могу сказать, что действительно стоят, то сидят. Хотя бывает и такое. Но не такие большие, как были. Но два-три человека, а то и четыре порой стоят. Что-то придумываете, чтобы идти в ногу, да, со временем как-то зазываете, заманиваете следа, то чем? Ну, а как же не заманивать? Кругом столько соблазнов. Ну, в первую очередь, книги. Книги – это все, что у нас есть. Мы стараемся, работаем, смотрим рейтинги, смотрим премиальные книги, то, что наиболее пользуется спросом. Все это стараемся выписать в библиотеку. Отдел у нас специальный есть, который работает с фондом по заказу. Поэтому, в общем-то, я думаю, кто ходит в центральную городскую библиотеку, вообще в библиотеку нашего города, кто постоянно наш читатель, кто, наверное, заметил, что у нас очень много что есть. Хотя, вот наметилась такая тенденция, что люди стали обращаться и к старым книгам. Вот и я сегодня тоже вам хочу рассказать про старую книгу, свою любимую книгу. Ну, расскажите. Это книга Каверина «Два капитана». Это вот книга, которая произвела на меня самое сильное впечатление. Я ее прочитала, наверное, на летних каникулах, когда перешла в 7 класс. Спасибо подружке Лине, которая мне далась в домашней библиотеке. Эта книга, она была темная-синяя, вот такая толстая. Но я ее прочитала, наверное, за сутки, ну, полторы суток. Я читала и ночью, благо это на полярный день. Ну, и меня в семье никогда не гоняли. Любишь читать, читай на здоровье. Пошлялась. Да, папа у меня очень любил читать. Мама, может быть, не столько любила, но книги всегда покупались. В доме какие-то были уж по школьной программе обязательно. Отец всегда читал. Ходил ли он в библиотеку, вот сейчас вам не скажу. Когда я стала работать, естественно, да, я в библиотечной книге читал. Но книг было очень много, разные менялись. И я очень запомнила, и у него с детства книгу «Алитет уходит в горы». Может, кто-то из наших читателей ее тоже, знаете, слышал. Я один раз только ее увидела, и то мельком. Ну, вот на отца, вероятно, тоже произвела впечатление. А ну, а я, да, это юношеский максимализм. Бороться искать, найти, не сдаваться. Вот я по натуре, наверное, такой и осталась. Конечно, и Санька Григорьев, и Катя, и два капитана, и съемки, то, что происходило у нас на севере, все-таки это... Но для меня это было очень забываемо. Поэтому, да, прочиталось очень быстро. То есть это любимая книга детства, можно так ее характеризовать? Я думаю, что эта любимая книга осталась просто на всю мою жизнь. Я просто, вот когда вы мне стали говорить, стала анализировать первые наши впечатления, как и первая любовь к молодому человеку, да, так как книга, она, наверное, остается. Она остается. Конечно, скажу честно, я посмотрела, читают ли сейчас эту книгу, читают. И мне очень отрадно слышать и видеть. Наверное, ее действительно надо читать вот в юношестве, чтобы потом уже и характер двой формируется, да. К чему стремиться, ты понимаешь. С возрастом, да. Когда перечитываешь книгу, понимаешь, что вот здесь бы он, вот что он так вот сделал, вот зачем Санька уехал, не сказал. Почему вот у Кати Татариновой мама вот так вот всю жизнь жила в пространстве, вроде как и дочки не замечала. Но это потом уже приходит. То есть поначалу читаешь, все впитываешь, а потом уже читаешь. Конечно, конечно. Ну, как и все. Чем больше мы читаем, перечитываем, тем больше для себя открываем. Поэтому эта книга вот для меня, наверное, самое главное по жизни. А современной молодежи мне и сейчас нравится читать. Вот, например, я сегодня принесла вам еще одну книгу, но я вам ее покажу. Это Исигура «Погребенный великан». Но расскажу немножечко о другой книге. Эта книга тоже очень интересная. Это «Средневековье». Муж и жена ходят в поисках своего сына, который пропал, не дает весточек. Вот они путешествуют и все это вот узнают. Очень интересно, конечно, читать. Но мне больше нравится его другая книга. Нет, пускай меня. Я когда читала, я думала, боже, боже. Сначала начала читать, думала, что это из мира фантастики. Но это действительно будущее. Это планируемый человек, как его на органы, в общем-то, разбирает. Грустно, тяжело читать. Но вот я прочитала и уходила под впечатлением той книги очень долго. С собой не могла взять, потому как книга постоянно на руках. То есть пользуется спросом. Пользуется спросом. Несмотря на то, что такой непростой смысл. Ну, вот, да, написана Великобритания книга, но Исигура, Кадзо Исигура – это японец. Японцы, они все-таки, очень многие берут пример с нашего Достоевского. Учатся у многих. У японцев своя большая культура, традиции свои. И поэтому и поиск, все это остается. Да, живет в Англии, Англия, конечно, свой отпечаток наложила на это, но тем не менее. А из современных, вот, о молодежи, что последнее прочитала, им, наверное, посоветую почитать этот текст Глуховского. Все Глуховского знают, как метро. Вот, наверное, вся молодежь по нему с ума сходила. Там хороший герой, но вот фантастический мир. Но, опять же, борьба за светлая, да, темная и светлая сторона. И вот на светлой стороне герой всегда стоит. А это у него реалистичная книга. Глуховский текст. Это вот книга, выпущенная в прошлом году, и написана буквально вот уже после двухтысячных. О чем эта книга? Ой, о молодом человеке. И о поиске жизни, и о смысле жизни, и обо всем. Но девиз этой книги – живи и дай жить другим. Главное, оказывается, в нашей жизни теперь все больше и больше наши электронные гаджеты занимают. И в наших телефонах можно найти всю информацию. Очень грустная, печальная книга. Начинаешь читать и понимаешь, уже понимаешь, как это будет происходить и чем это закончится. Но хочется до конца пройти. Здорово. До конца. Я не раскрываю все секреты. Не хочу даже спорить, потому что книгу нужно прочитать. Я думаю, что вот совершенно необходимо прочитать. Может быть, сделать выводы. Кому-то понравится, кому-то не понравится. У нас у каждого свои пристрастия. Но если будете читать Глуховского… Равнодушным не остаться? Нет, нет, нет. И к нашей жизни, и к современной жизни. Тоже можно и о Рубанове сказать, о Патриоте. Это такая литература, которая… Заставляет думать. Заставляет думать. Наша современная литература русская, как и вся русская, это философия. Это надо думать, мысли делать, выводы. Конечно, это не совсем такое легкое чтение, которое можно рекомендовать. Хотя у меня есть и такое. И такие книги. Есть, есть. Мы когда ездим в отпуск, я всегда беру с собой 4-5 бумажных. Ну, и электронка у меня тоже с собой, что называется. Ну, когда есть бумага, предпочитаю бумагу. Вот как-то, будучи в отпуске, на одном из курортов загрубежных, прочитала все свое и думаю, ну что же почитать. Ну, стоит такой шкафчик красивый. В шкафчике много всяких книг, и французских, и английских. И вдруг я смотрю, маленькая тоненькая книжечка «Абгарян». Там Манюня была. Манюни тоже нет. Манюня тоже у нас на руках. Детская книга, да. Ну, я бы не сказала, что она совсем детская, но вот интересно ее читать. И тут смотрю, вот у нас лежит понаехавшая сейчас, вот на сегодняшний момент. Марина Армянка приехала в Москву. И вот как раз понаехавшая, она пишет о том, как завоевывают столицу нашей Родины, Москву, люди с окраинностью. Да, 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 люди, приехавшие с окраинностью. Как относятся книгу «Москвичи коренные», как они между собой живут. Трогательная, порой смешная, порой очень грустная. Но язык очень хороший. Очень хороший, легко читается, ну, на одном дыхании читается. Ну, со своими героями? Ну, конечно, а как же без этого? Как же без этого? Герои обязательно должны быть. Самое главное, что вот время у нас такое, что, наверное, вот на такие книги с таким мелким шрифтом времени не остается. А читать все-таки хочется. И, наверное, хочется все-таки почитать что-то такого легкого. Вот я советую Горян вот с удовольствием. Есть и Марта Кетра, которая пишет неплохо, и можно ее почитать. Если кто хочет более серьезную литературу почитать, Чижову Степнову рекомендую. Приходите, есть. Есть в библиотеке. Кто же в ее исполнении? Нет, это Чижову Степнову, это другие два автора, но которые вот понравятся, я думаю, очень им понравятся. Женщинам что нравится? Я думаю, что и мужчинам. Это рассказ о жизни, о судьбе, да? Семейные какие-то истории. И это очень важно. Очень важно. Есть когда с чем-то сравнить, есть даже, наверное, чем-то похвастаться. Хвастаться, а может быть, даже вспомнить, что у меня в семье было. Через карточку на свою жизнь перенести. Обязательно, обязательно. Это есть обязательно. Ну и еще одну книгу хочу порекомендовать сегодня нашим читателям. Автор ее известный. Дмитрий Быков. У меня к нему отношение неоднозначное. Я с ним спорю, ругаюсь. Прямо честно говорю, откидываю книгу, бывает, в стороны. Просто вот так вот отодвигаю, что называется. Но возвращаюсь к нему. Очень интересный писатель, неоднозначный. Порой очень эпотирует и себя как-то показывает. Но его интересно слушать. Вот он очень интересный. И сегодня я хочу предложить нашим читателям его книгу. «Был ли Горький?» Был ли Горький? Книга-то вышла в 2007 году. У нас она тоже пользуется, как ни странно, спросом. Так здесь это риторический вопрос или как? Был ли Горький? А как вы думаете, был ли он? Есть ли он? Вот за рубежом достается действительно читаемым писателям. А у нас Горького читают плохо, мало и единицы. Будем честно говорить. Вот сейчас его юбилей, наверное, подтолкнет. Так, был ли Горький? Очень много цитат, которые мы знаем из Горького и используем. В частности, а был ли мальчик? Это его цитата из его произведения. И был ли Горький? Вот Быков переначал немножко. Был. Да, он писатель интересный. И вот как говорит сам Быков, Горький писатель великий, чудовищный, трогательный, странный и совершенно необходимый сегодня. Я согласна с ним. Я согласна. И даже его произведения «Мать», опять же, которые в нашем поколении мы в учебной программе проходили, когда учились. Но читайте, читайте. Это наша современная жизнь. Это наши отношения в семье, отношения в обществе. Это наша политика, это наша экономика. Читайте. И был ли Горький? Конечно, был. И книга для кого? Кто знает Горького, кто не знает Горького? Кто любит, кто не любит, а кто вообще с ним не знаком. Не хочет познакомиться. Да, она небольшая, читается легко, приятно. И вообще, Дмитрия Быкова советую читать. Понятно, что у нас у каждого свой вкус уже есть, но тем не менее, про Быкова надо знать. Сейчас у меня на очереди у Быкова его июнь. Это июнь, это 41-й год. Я очень хочу почитать современную литературу о Великой Отечественной войне, поскольку мы знаем, что вот зарубежные авторы очень много пишут. Очень много пишут о войне. Я думаю, что и Зусак, вот книжный год, да, или книжная воровка, по-разному она переводится. Боин, там, мальчик в полосатой пижаме, английская портниха, там, дочь пекаря. Вот у нас английские, американские названия, они на слуху, и они очень обращаются к тому периоду, и как они переживают, и как они живут. И я думаю, что если наши писатели не будут писать, у нас действительно победят и англичане, и американцы. И война была у них, и их бомбили. Они переживали, а не мы. Поэтому, Быков, у меня следующий июнь хочу почитать и порекомендовать, наверное, и нашим читателям. А, кстати, есть у нас такая Ксения Бурша, писательница, тоже очень интересная. У нее, правда, небольшая книга, «Завод» называется, она тоже упоминает о Великой Отечественной войне там. Но это очень тоненько и очень немного. О том, как наши женщины, как мужчины, кто работали, так вот переносили все эти тяготы. Это вот все интересно, и все читать очень хочется. Да, Ольга Васильевна, вы, конечно, просто такой источник неиссякаемой информации, что касается книг. Вы, наверное, проглотили весь издательский фонд, который есть у вас в библиотеке. Но, по крайней мере, стремитесь к тому. Нет, я избирательно, я вам сразу скажу. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что читать надо то, что нравится. Дружить надо с теми людьми, с которыми ты хочешь дружить. И если не нравится фильм, то не смотрите. Не стоит досмотреть его до конца. Нет, нет, нет. Поэтому, да, у меня свой вкус уже сформированный. Достаточно, я для себя считаю, он неплохой. Не могу сказать, что детективы прям, вот я не читаю, был период, перечитала все. И вообще Шерлок Холмс, это мой один из главных героев, который тоже с детства со мной ходит. Нет, мне нравятся детективы. Но сейчас я предпочитаю читать что-то более серьезное. Хочется подумать, вспомнить, знаете, вот все, что было в жизни. Я думаю, наши телезрители сегодня не просто с чашечкой чая сидели и смотрели эфир, а с ручкой, с листочком, записывая все те произведения и тех авторов, которых вы называли. А приходите в библиотеку. Я вам еще больше посоветую, да? И приходите, только приходите. Мы вам найдем столько всего интересного. Спасибо вам огромное. Очень много информации восприняли. Наверное, даже еще не восприняли, услышали. Будем воспринимать со временем. И, конечно же, читать то, что вы порекомендовали. Спасибо. Читайте. Вообще, чтение книг – это гимнастика для ума. Телом у нас многие занимаются. Умом тоже надо подзаняться нам всем. Так что приходите. Все библиотеки для вас. Рай – это место, где библиотека открыта 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Нет, 8 дней в неделю. Так говорил Алан Брэдли. Это была программа «Книжный мир». Приятного вам чтения, друзья. И до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова